всем привет нашим дорогим подписчикам и давно не выходили на канал то как особенно сегодняшний день у нас были проблемы мы не спали мы не спали ночью я не знаю состояние лунатика до сих пор у меня хожу хожу туда-сюда не могу не лечь спать ничего какой-то состояние дебильная а все из-за чего потому что у нас в нашем доме поселился замечательный люди короче нашим доме соседнем доме появился замечательный сосед под название сумасшедший по-другому его никак не назвать не поселился поселился он жил короче сегодня вообще ночь впечатляющая вчера чтобы понимали вышли мы с вами в 11 вечера покупать табак в киоск в киоск вышли купили табаки и лизы как мы корим ничего не приглашала никакой беды как бы не ну слава богу мы обошлись ничего такого не было идем тихая слышим то кто-то орет как бы людей особо не было так где-то мимо проходили люди не особо кто-то сзади тупо орет какими-то криками на немецком там что-то пытается объяснить разворачиваюсь вижу больной думаю может какой-то пьяный там сам собой потом смотрю лицо знакомые не ты его видела и тут такая как я сказала посмотрели кто это камень короче мы идем а не что мимо моего плеча камню так облетает он тупо кинул камень я не знаю было цель мы или не но он кидал камни вообще во все что он видел в дом но потом мы уже поняли что не у нас тогда все таки была цель он кидал просто дома в знаке дорожного движения он везде кидал камни в дома но он не кидал знаете чем суть он не кидал в окна людям он кидал там бетон какой-то кидал в знаке вот это знак для дороги я была в шоке потому что я иду камень пролетел как метеорит кусок у меня не знают там келоромовый камень просто реально но извини меня фиг его знают как и шо а если я развернулась если бы в глаз там не знаю в голову или что угодно может произойти и как бы мы быстро побежали в этот киоск и мы потом перепугались как на мете обратно я не настроил же нашу будет то будет арина нас а ночи с быстро киоск и я там говорю что тут минута тела пробежимся откроем дверь и все забежим ну короче забежали мы как-то не знаем пропал без вести мы думали все успокоился зашел домой и все на этом нет проходит проходит где-то минут 20 после того как мы зашли домой и тут орет опять на всю дорогу у нас окна короче выходят на дорогу и все слышно все слышно даже когда окна закрыты мы выходим в районе давай посмотрим что там происходит на улице он тупо бегает по всей дороге машины ездят он выбирает и они машины останавливаются ему говорят что ты творишь типа мы думали он то пьяный лицо потом мы понаблюдали за его станем он просто больной человек подробнее назвать но он всю ночь же просто всю ночь он бегал по дороге стучал эти знаки вот так трусил еще кто-то вынес шкаф вниз под дом и он начал со своего подъезда выносить очень много всякого хлама мечи какие-то рюкзаки и вещи игрушки и там была тележка как из продуктового и он в эту всю тележку потом в этот шкаф он разламывал шкаф просто ночью звук на весь на весь район звук как он ломает шкаф эти камни как он бросал короче он а потом уже где-то часа в четыре ночи он же бегает кричит я удивилась вообще кстати никто него не вызвал полицию часа в четыре ночи он бежит по дороге хорошо машин мало но он просто бежит и я не знаю что это такое газовый баллончик наверно или что это было и поджигает и был огонь я так поняла что это скорее все было просто зажигалка и знаешь есть даже может я не знаю как это разве жители можно поджигать вот что-то такое оно было и он короче ходит в этом делаешь такой фаер-шоу устроил на дороге но кстати полиция было чуть ли она не одани к нему приехала на просто мимо проезжала поэтому на него не вызвали он а мне они просто проезжали заметили что он стоит на дороге какого финанстоид на дороге не вы это просто да он что не видел что там берет что-то делает они подъехали спросили видимо у него где ты живешь он не хотел он домой не заходил после подъезда они возле подъезда просто вышли и так стали и смотрели за ним что он делает улыбались и уехали понятно что он больной человек все такое но блин вы же знаете вы должны хотя бы провести его домой я думаю считаю как-то в квартиру что узнать и родственники как-то так ну и не знаю систему поэтому просто самое странное что после того как они уехали он еще больше шумел до 1 ту мебель то обратно собирать то разбирает потом те тележки берет крутит их просто катает их сам собой просто человек человек болеет поэтому просто я немножко удивилась что никакой сосед не вышел большинство не надо нужно свету все горит и как-то не на это никто не обращает внимание а как на следующий он же что-то все делал вообще вот ночь прошла и сегодняшний целый день он целый день продолжал бегать по улице возле дома и опять этот шкаф собирал разбирал и эти свои вещи то занесет то вынеси с пакетом это все очень шумно и короче и танцевал он еще он только не делал и мимо проходящие люди вы просто снимали на видео как он танцует брать очень много людей я посчитала где-то 10 людей очень много да его фотографировали видео снимали мы целый день были в комнате на кухне мы дома были сегодня же воскресенье все закрыто везде и завтра у нас карнавал и послезавтра карнавал сегодня вчера был карнавал на самом деле конечно его жалко но просто ну хоть бы такое больше не продолжалось но и не то что не знаешь страшновато вроде так смотришь родин тебе не вроде наш он головой как бы думает что там ничего не сделать но фиг его знает ждет тебя опасность или нет тем более журю камень мимо нас пролетел но они дай бог людей нет мимо ходили у них не трогал он просто подходит просит все это же просит да я слышал что-то просит 2 евро по моему спросил и такое машут людям ну и как бы он не то что не опасны для людей но все равно это такое неизвестно что у человека в голове и ты еще ему приклинит поэтому будем стараться как-то стороной обходить если мы до этого как бы его замечали он живет на мы говорим и видим его наверху иногда него там все окна завешенные футболками какими-то короче обрезаны что-то там повесил непонятно а на новый год мы рассказывали что он делал просто расскажи знакомым ну расскажи что у него крыша вот это окно на шифере шифер и там окно такое он вылазит на этот шифер снимает тапочки тупо по шиферу ходит вот так пытался ходить вот так я думаю сейчас как проскользнется как упадет думаю дышу типа извините может и не убьется но пострадает что-то будет это было опасно и такое зрелище дышу я за него так переживала не знаю за что но реально было страшно и опасно и мне вот интересно я не знаю живет он один или нет потому что его вообще днем не видно ночью не видно то сегодня появился днем и ночью так вообще он не появляется для такой вопрос к жителям германии которые здесь нас иногда смотрят к нормальным не тем который надо так нормальным почему его снимали на видео прохожие это же здесь как бы запрещено законом зато штраф и так далее почему они просто не не боясь все просто тупость все его снимали на видео неужели здесь это можно я посчитала эти говорила есть человек посчитал то много да 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 если не будет что именно немцы шли снимали всем ребят такая у нас супер история еще из-за того что мы открывали окно смотрели на него я он простыла голос вообще немножко приболела до хочется уже спать что непонятное состояние такой хоть бы уснуть свой хоть бы он опять не вытворял и я не знаю просто мне интересно и и за ним кто-то следит или нет сейчас смотрите ребята как плохо держатся цветочки в германии они вообще просто вянут хоть и дали специальный порошок но и запах ужасный вот все в таком вот состоянии хотя мы знаем как ухаживать ухаживать и ухаживать и старалась и через день меняю воду подрезать вот это убираю все листочки чтобы воду не попадали посмотрю чтобы вода не воняла потому что от этого зависит потому что микроды развиваются все это я знаю и все это делаю я работала поэтому я знаю да Настя была флористом когда-то подробно ладно ребят будем прощаться тогда будем стараться выкладывать видео чаще пока у нас не было такого никакого настроения желания но мы будем стараться выкладывать что-то более интересней всем спасибо за просмотр не забудьте подписаться поставить лайк мы вас любим и ценим кто с нами все всем пока всем пока